Директор департамента полиции Дурново вызвал к себе статского советника Цургозина. Тот в очередной раз исполнял за благово обязанности вице-директора. Павел Афанась сильно сдал и по нескольку месяцев в году лечился на германских водах. Сейчас он опять сидел в Бат-Вельдунгене и ожидался лишь к сентябрю. Оттуда из Бат-Вельдунгена и пришла вдруг телеграмма. Вот Дурново протянул бланк Цургозину. Рачковский извещает о происшествии. Рачковский руководитель зарубежной агентуры департамента полиции. Черт, этого только не хватало. Решили добить человека. В телеграмме сообщалось о покушении на действительного статского советника благово, находящегося на излечении в почечной санатории. Неизвестная молодая женщина дважды выстрелила в него из револьвера, когда тот пил в бювете воду. При этом террористка крикнула по-русски «Смерть палачам-сатрапам». Затем попыталась убежать, но была схвачена прислугой и теперь сидит в следственной тюрьме. Благово получил легкое ранение в предплечье и тяжелое в левую сторону груди, возле сердца. Жизнь его в опасности. Доктора не дают гарантии и советуют готовиться к худшему. — Да, — сокрушенно вздохнул Цургозин. — Нашли палача-сатрапы, идиоты. Для них, кто в полиции служит, все сатрапы. Надо Павла Афанасьевича оттуда увозить. Сразу, как врачи разрешат. — Боитесь, что попробуют повторить? — Да, в Германии может случиться что угодно, а тут мы его защитим. — Но не понимаю я этого, — вскинулся статский советник. — Он же ведет только уголовные дела и всегда сторонился политики. — Я только что объяснил, — сухо ответил Дурново. — Скажите лучше, где Лыков. Он в Москве дорасследует связи Шевырева. Но там сейчас перерыв примерно на неделю, и Алексей просит разрешения вернуться. Шевырев — руководитель неудачного покушения на Александра Третьего. Террористы арестованы 1 марта 1887 года. 8 мая пятеро из них, включая Александра Ульянова, были казнены. Пусть прямо из Москвы выезжают в Бат-Вельдунген. Все изучат и телеграфируют мне шифром подробности. И личность террористки в деталях. Рачковскому поручите выставить возле палаты Павла Афанасьевича «Круглосуточную охрану и подготовьте отношения к Гирсу за подпись его сиятельства». Имеется в виду министр внутренних дел Граф Толстой. Гирс — министр иностранных дел. Пусть попросят содействия германской полиции. Слушаюсь. Через 48 часов Алексей вошел в палату к своему учителю. Тот лежал мертвенно-бледный, с усталыми скучными глазами. Увидев Лыкова, раненый оживился. «Что так долго, бездельник?» «Ох ты! Если ругаетесь, значит, все не так плохо. Вчера пребывал в раздумьях, а нынче утром решил, что еще поживу», — сообщил вице-директор. «И отлично. А я пока разберусь, кто это вас, так?» «Рачковский без тебя уже разобрался. Он ушел отсюда только что. В меня стреляла некая девица Леонтьева, дочь генерал-лейтенанта». «За что дочке генерала убивать действительного статского советника? Тут нужна разгадка. Да за то, что в департаменте полиции служу. За что же еще?» «Она идейная? Вроде бы такие давно перевелись. А Шевырев с Ульяновым? А поляки? Нет, новая волна пошла. Затишье кончилось. И я на этих словах Благово вдруг побледел еще больше, закрыл глаза и пробормотал, отворачиваясь. «Ты иди, иди». Лыков на цыпочках вышел из палаты и первым делом наказал охраннику никуда с поста не отлучаться. Ни на минуту. Потом обратился к сиделке. Та оказалась пожилой немкой, прежде долго жившей в России. Калежский асессор вручил ей большую жестянку с дорогим кожаным чаем. Кожаный чай лучших сортов, в отличие от дешевого кантонского, ввозили в Россию через кяхту, зашитым в кожаные мешки. Отсюда и название. Попросил заваривать его больному почаще и сопроводил просьбу золотой пятеркой. Сиделка понимала русский характер и обещала постараться. Закончив дела в больнице, Лыков отправился искать Рачковского. Они не были знакомы, но благово хвалил этого человека. В свое время тот проявил себя, помогая Павлу Афанасьевичу в щекотливом деле. Вдова покойного императора, княгиня Юрьевская, похитила и вывезла из страны секретный франко-русский протокол. Жадная и недалекая, она собиралась продать документ германцам. Доктор Любимов на правах Альфонса вел от ее лица переговоры с Бисмарком. Нынешний государь послал благово отобрать бумагу у взорвавшейся дуры. Состоялось объяснение. В ходе него Павел Афанасьевич сильно поколотил Любимова, попытавшегося противиться воле государя. Рачковский тоже приложил руку к обузданию эскулапа, причем в самом непосредственном смысле этого слова. В итоге, по рекомендации благово, он был назначен на хлебное место начальника заграничной агентуры департамента полиции. Безотчетные секретные фонды Рачковский тратил с умом и обязанности исполнял хорошо. Петр Иванович всегда помнил, кому обязан своей должностью. Теперь он усиленно разыскивал террористов, поднявших руку на его покровителя. Самосбродная барышня мало интересовала Рачковского. Он хотел найти руководителей покушения. Полицейские встретились уже под вечер в ресторации Вильда. Тут Лыков узнал от коллеги удивительную новость. Девица Леонтьева освобождена из-под стражи и убыла в неизвестном направлении. — Как же так? Кто позволил ее отпустить? Я задал тот же вопрос начальнику полиции. Он ответил, что из Берлина приехал важный господин, советник германского МИДа, барон Гольдштейн, и передал устное повеление Бисмарка отпустить русскую. — Бисмарк заступился за Леонтьеву? — опешил Алексей. — В огороде Бузинавки и Ведядька. Какая связь между личностью Павла Афанасьевича и высокой европейской политикой? — Бисмарк мелочиться не станет, а наш любимый вице-директор, при всем к нему уважении, не та фигура для канцлера. — Сам не пойму, — ответил Рачковский, отхлебывая темное пиво. — Надо рассказать это благово поскорее. У него голова по боли моей. — И моей тоже. — Пусть она и думает. Есть еще странное обстоятельство. Вместе с бароном к начальнику полиции пришел еще один человек. Он не представлялся. Но именно этот господин без имени и увез Леонтьеву. — Погодите-ка, Петр Иванович, — нахмурился Лыков, который никогда ничего не забывал. — Я слышал о бароне Гольдштейне два года назад. В нашей военной разведке в германском отделении. Там его увязывали с неким субъектом, состоящим на русской службе. — Незнакомец ваш, как выглядел? — Низенький, лысый, бритое лицо и очень высокомерный. — Верно, Алексей Николаевич. — А кто это? — Лыков сжал кулаки так, что побелели костяшки пальцев. — Риммер. — Я должен был догадаться. — Кто таков этот Риммер? И зачем ему желать смерти, Павла Афанасьевича? История противоборства благовоз Риммером описана в книге «Выстрел на большой морской». — Извините, Петр Иванович, но об этом человеке больше ни слова. Для вашей же пользы. И я вам не называл такой фамилии. Никогда. Мы понимаем друг друга? — Сейчас выясним. — Вы это так не оставите? — Ни в коем случае. — Тогда я хотел бы помочь вам в... Ну, вы догадались. Я многим обязан, Павлу Афанасьевичу, и тоже не склонен прощать подобного. Пожалуйста, я умею хранить тайны. А здесь с границей вам могут понадобиться мои связи. Быков задумался. Спустя минуту он решился. — Хорошо. Вы правы. Помощь мне не помешает. Я хочу знать, куда уехал Риммер. В Париж, в Берлин? Или, может быть, в Петербург? — Выясню. Полагаю, он уже в поезде. Зачем мозолят здесь глаза? Сделал дело. Вытащил террористку и бежать? Вы где остановились? — На Бруннан-Аллее в гостинице «Фридрих Штайн». Я приду к вам сегодня. Будьте в номере после восьми вечера. Рачковский не обманул ожидания Алексея. Он появился в половине девятого и спросил. — Тайный советник Риммер, член Совета Министра Внутренних Дел. Он? Он. Вот скотина. Из наших оказался. Риммерот был сегодня днем через Берлин в Санкт-Петербург. Девица Леонтьева уехала в Париж двумя часами ранее. — Спасибо, Петр Иванович. — Я тоже качу в Питер. Срочно. — Вы, пожалуйста, понаблюдайте тут за Павлом Афанасьевичем. А когда поправится немного, привезите к нам. — Хорошо. — И не сообщайте никому о Риммере. — Барона в депеши дурного упомяните. А этого гуся не стоит. — Так и сделал Алексей Николаевич. И это... Буду ждать новостей. Новости я вам обещаю. Еще через 48 часов коллежский асессор делал доклад начальству. По его рассказу выходило, что тут замешаны немцы. Барон фон Гольдштейн — ближайший советник Бисмарка. Зачем-то вытащил русскую террористку из тюрьмы. Какая связь между этими людьми? Дочь русского генерала, канцлер Германии и вице-директор департамента полиции. Дикий клубок. Дурного выслушал доклад Лыкова и недовольно насупился. Вот и Рачковский подтверждает один в один. Что же затеяли германцы? Зачем им сдался Павлов Анач, не пойму. Или его с кем-то спутали? А это дура Леонтьева. Она, оказывается, морфинистка? Может, выпростала пузырек, да и накинулась на первого встречного? Если даже и так. Причем тут посланник Бисмарка. Не согласился второй вице-директор, статский советник Симакин. Концы не сходятся. А, сердито отмахнулся Дурного. Не станем дальше голову ломать. Павлов Анач, слава богу, жив. Террористка бежала. И нам теперь недоступно. А до Бисмарка нашему геройскому департаменту вообще нет никакого дела. Я доложу Вячеславу Константиновичу. Вячеслав Константинович фон Плеве занимал тогда должность товарища министра внутренних дел. И мы закроем вопрос. Расскажите лучше о том, что разыскали в Москве. Точно ли кислоту для бомбы прислали Ульянову поляки? Недавняя попытка покушения на государя оставалась главным событием внутренней жизни империи. Метальщиков с бомбами схватили на Невском проспекте 1 марта. Они знали, что в этот день Александр Александрович обязательно поедет на панихиду по своему отцу, убитому 6 лет назад. 2-е, 1 марта, так прозвали покушение в обществе, напомнило о гидре терроризма. Тихие годы оказались лишь передышкой. Следствие вскрыло страшные вещи. Студенты из хороших семей, у Ульянова отец, статский генерал, начинили пули в револьвере ядом и стряхнином, чтобы наверняка. Три разрывных снаряда могли разорвать в клочья случайных прохожих. На Невском всегда людно. След вел и к полякам, ненавидящим Россию. Кроме того, открыло бомбистов столичное градоначальство, а департамент полиции и охранное отделение с корпусом жандармов просмотрели. Наверху уже сделали выводы. Оржевского, товарища министра и командующего ОКЖ, отдельный корпус жандармов, сняли с должности. Корпус, как следует, стряхнули. Дурного нервничал и драл с подчиненных три шкуры. Лыкова забрали с уголовных дел и заставили искать сообщников террористов в Москве. С помощью друзей-старообрядцев он обнаружил там секретную лабораторию по изготовлению бомб. Это был большой успех, поднявший акции департамента. Государе уже доложили о нем. По всем этим причинам дело Шевырева-Ульянова занимало дурного куда больше, чем странное покушение на его вице-директора. К вечеру Алексей освободился, но домой не пошел. Середина мая. Лучшее время в Петербурге. Уже тепло, и первые листья радуют глаз. Темнеет поздно. Начались белые ночи. Дети ждут папашу, и Варенька соскучилась, но нельзя. Лыков явился на одну из секретных квартир департамента, записанную за ним, и стал готовиться. Час назад он выяснил через адресный стол место жительства Римера. Для этого сыщику пришлось одеться курьером. Тайный советник проживал на Сергиевской улице в роскошном доходном доме Бутурлиной, больше похожем на дворец. Вместе с Римером на площади были прописаны коммердинер, лакей и кухонный мужик. Ни одной женщины. Но это даже лучше, учитывая планы коллежского асессора. Тщательно приклеив бородавку и отладив кудрявый парик, Алексей вышел на улицу. В одиннадцать часов вечера он вошел в парадное. Сказал швейцару, что пакет для его превосходительства срочно лично в руки. Курьерская фуражка с кокарды сделала свое дело. Толстый швейцар тут же пропустил его. Дверь квартиры открыл плечистый дядя с нехорошим прищуром. Ну а сразу посторонился, завидев черную шапку. Это прозвище посыльных курьерской службы в Санкт-Петербурге. Выходит, это здесь дело привычное. Пока все шло, как задумал сыщик. Где расписаться? Деловито спросил Верзила. А вы изволите быть его превосходительству тайный советник Риммер? Ядовито осведомился курьер. Поумничай у меня, огрызнулся дядя, судя по грязной жилетке лакей. Превосходительство я передам. Много тебе чести их беспокоить. Велено вручить лично в руки. Флегматично сообщил Лыков, глядя в потолок. Накось вот тебе двух гривен и вали от седого. Начальство сказало, об этот раз в руки, из самого Берлину. Видать, что-то шибко важное. Лакей несколько секунд размышлял, потом крикнул через плечо. — Пахом! Вышел второй детина, еще выше первого. Он был в ливрее и даже с цепочкой под ней. — Ага, коммердинер. — Чего тебе? — Покороль этого. А я барина приведу. Видишь, не дает важное что-то. Пахом вздохнул, словно ему поручили ворочать камни, и пристроился возле курьера. Едва его товарищ скрылся в коридоре, Лыков сразу напал. Получив молниеносный удар в горло, богатырь захрипел и рухнул на колени. Над самым полом калежский асессор подхватил его и аккуратно уложил вдоль стены. Нужно было срочно найти третьего. Коммердинер с Лакеем больше смахивали на телохранителей, нежели на прислугу. Лыков бесшумно проскользнул в кухню. Там спиной к нему сидел крепыш в кубовой рубахе. — Что же они все здоровые такие? И хлебал Тюрю. Удар в висок. Парень слетел с табурета. На этот раз сыщик ловил не его, а мебель. И все опять обошлось без шума. Едва он успел вернуться в шинельную, как в коридоре послышали шаги и голоса. — Упрямый такой вашество! Двугривенный не взял! Где грит, барина, и точка! Ну и останется, дурак, без награды. Лыков шагнул навстречу, схватил Лакея снизу за бороду и шваркнул головой о стену. Тот и охнуть не успел. Взяв в охапку барина, сыщик выволок его под лампу и внимательно рассмотрел. Вот ты какой загадочный кукольник! Риммер действительно оказался щуплым старикашкой с обильной лысиной. Глаза у кукольника, правда, были не властно-высокомерные, а испуганные. — Кто вы? — Что это значит? — захрипел он в медвежьих объятиях сыщика. — Я ведь тебя, скотина, предупреждал. Если что случится с Павлом Афанасьевичем, убью. — Было? — А вы какое право? — Я Лыков. Риммер сразу обмяк. Алексей взял его за бритый подбородок, задрал голову вверх. Он был в бешенстве. Ему хотелось удавить негодяя так, чтобы тот перед смертью подольше мучился. Ведь этот сморчок чуть не погубил благово. Его, Лыкова, наставника и учителя, второго отца. Пальцы сами собой стали сжиматься на горле. Вдруг сзади послышалась возня. Не разжимая рук, сыщик оглянулся. Коммердинер сидел на полу и хрипел, пытаясь подняться. Алексей неспеша подошел, волоча за собой пленника. Постоял, примерился и врезал ливрейному каблуком в переносицу. Тот повалился замертво. — А скажи-ка мне, кто тебе помогал? — снова обратился Лыков к тайному советнику. Но их опять прервали. Из кухни выполз парень в кубовой рубахе. — Тьфу! И поговорить не дадут. Сыщик оплеуха избил Римера с ног и быстро разделался с его охранником. Добавил за компанию и лакею в коридоре, чтобы уж больше их не прерывали. Потом отволок пленника в кабинет. И про морфинистку не забудь, и про барона. Ример глядел с ужасом и булькал горлом. — Там деньги. Много денег. Вот в столе и в шкатулке еще. Все забирайте. И уходите. Пощадите старика. — Лучше покажи мне письма. Те, что ты получаешь из Берлина, из Лондона. — Все покажу! Все! — Значит, не знаешь с той бумаги, что я посылал тебе, помнишь? Письмо угрозу нужно было забрать из квартиры в первую очередь. — Да, сию секунду. Она здесь, в секретаре. Вот, извольте. Берег, как чувствовал. Лыков отпустил пленника и развернул четвертушку бумаги. — Да, это его записка. Вдруг краем глаза сыщик уловил движение и едва успел отшатнуться. Вспышка выстрела ослепила его. Пороховые газы обожгли щеку. Лыков ногу отсунул кулак и попал. Чмякнулось на пол. Чедушное тело. С грохотом посыпался со стола письменный прибор. Алексей кое-как протер глаза. Ример лежал лицом вверх, а вокруг его головы быстро растекалась лужа черной крови. Тайный советник смотрел на Лыкова с ненавистью и что-то пытался сказать. Но вместо слов изо рта у него шла только кровавая пена. В дверь квартиры позвонили, потом начали стучать. Нужно было срочно драпать. Алексей пустошил секретарь, рассовал по карманам лежавшей днем бумаги и рванул к черному ходу. Оказалось, что там его уже поджидали. Парень с дворницкой бляхой пытался сгрести коляжского асессора в охапку. Тот увернулся, подножкой сбил противника с ног и выскочил во двор. Мимо дровяных сараев он пробрался к соседнему дому, напустил на себя беззаботный вид и спокойно вышел на Сергиевскую. Субтитры создавал DimaTorzok